Меня часто спрашивают, зачем вы идете на выборы? Зачем садитесь играть шулерами? Зачем принимаете участие в фарсе? Сколько вам заплатили? Ответ очень простой. Ситуация такова, что я не могу не идти на выборы. Вообще, если всем так нравится аллегория шулерами, то вот что я вам скажу. Люди делятся на две категории. Одни садятся и играют, потому что хотят победить, а другие стоят в стороне и смотрят. Шушукаются между собой, ждут, когда кто-то выиграет, чтобы потом обхаять победителя, либо записаться к нему в друзья. А я сажусь и играю. Да, один. Да, против шулеров. В преферансе есть такой шулерский прием, когда все играют против одного. В этом случае шансов выиграть крайне мало. Но опытный игрок, который заранее знает, что будет играть против всех, такие шансы имеет. Был такой фильм хороший, «Миллионер из трущоб». Там парень играл не просто против шулеров, а против огромной шулерской телевизионной машины. И он смог победить. В том числе и потому, что за него, за его победу над этой шулерской машиной болела вся его страна. На выборах президента у нас будет такая же картина. Я буду один бороться против существующей системы власти. Против всех других кандидатов, которые, я думаю, являются неотъемлемой частью этой системы. И вся страна будет на это смотреть. И кто-то будет говорить про Нафталин, про ничего не делание, про финансирование Газдепом и Кремлем, про несговорчивость. А я буду бороться. В том числе и за тех, кто так говорит и кто так думает. Сегодня я собираю подписи. Не рисую и не плачу никому по 400 рублей за подпись. Я их соберу. Яблоко – единственная партия, которая умеет собирать подписи. Никто просто больше этого не умеет делать. И я сяду за этот шулерский стол, чтобы победить. Все, кто будет со мной за этим столом, и вся обслуга этого казино, включая крупье Чурова, будут против меня. Но если за меня будете вы, граждане страны, если вы будете бить жуликов по рукам, то я смогу победить. И пройду во второй тур. Это будет тот самый момент, когда те, кто шушукали в стороне и ждали, к кому записываться в друзья, может быть, наконец примут решение. Ну а за кого будете голосовать вы во втором туре? Продолжение следует...